ПЕРФОМАНС Все мы хотим, чтобы наш город был чистый. Мы здесь живем, мы ходим по этим улицам, по этим скверикам. Поэтому мы все граждане одного города, независимо от профессии. И хотим, чтобы нас радовала наша жизнь. Как правило, все творческие организации находятся в центре города, что хорошо. Тем более, мы когда каждый день идем на работу, нам хочется, чтобы дорога была приятной. Сквер на пересечении улиц Красноармейской и Фронзене большой, уютный и с неким театральным флером. Недаром рядом и Институт культуры, и Музей модерна, и драмтеатр буквально в двух шагах. На такой совместный субботник деятели искусств вышли впервые, но творческие уборки обещают стать новой весенней традицией. Общественники и археологи, буквально сдувая пылинки, убирают место историческое на Хлебной площади, откуда и начиналась Самара. С недавних пор это центр протяжения археологов, краеведов, историков. Во время раскопок здесь обнаружили остатки деревянной крепости, той, что строили по приказу императора Петра I в XVIII веке. Деревянные конструкции и по сей день сохранились. Здесь же и множество находок собрали буквально целый музейный зал. В том числе, например, прекрасно сохранившийся целый массив аптечных штофов с датами. Превосходно совершенно. Для археолога это большая радость. То, что у нас в музеях показывают, все эти предметы, у нас они здесь все есть. И даже в большем ассортименте. За зиму, пока раскопки не велись, накопилось немало свидетельств жизни современной. Помогать убирать мусорный налет века XXI пришли активисты Общероссийского народного фронта. Уборка может быть творческой, исторической и даже футбольный мяч. На грабли поменяли игроки команды крылья советов. И наводить порядок отправились в обычные самарские дворы. Футболисту из Сербии Милану Родичу идея выйти на уборку города оказалась в новинку. В стране на Балканах такой практики нет и русская традиция легионеру пришлась по нраву. Конечно, надо делать граждане. Это чтобы город был чистый и чтобы природа могла просто расти потом. Если грязно, то природы не будет. Милан бензопилой обрезал сухие ветки деревьев. Пример кумиров заразителен. Вместе с футболистом порядок в дворе наводили молодые болельщики. Показать класс футболисты из Самарской команды крылья советов могут не только на футбольном поле с мячом, но и в обычном дворе с граблями. Здесь субботник выдался не только спортивным, но и международным. Впервые спортсмены участвуют в весенней уборке и сразу в трех районах города – Октябрьском, Советском и Промышленном. Жители ближайших домов не остались в стране. Ну, вообще-то надо выходить. И если бы все вышли, больше бы, и мы быстрее бы сделали. И, наверное, уже каждый бы больше дорожил бы этой чистотой и не бросал бы мусор. Всего час времени, пара десятков мешков, собраны листвы и мусора, и двор буквально сияет чистотой. Можно и отдохнуть по-спортивному. На площадке небольшой мастер-класс от футболиста. И состязание среди парней по чеканке мяча. Победителю приз – мяч с автографами игроков крыльев. А всем участникам в подарок билеты на матчи команды и на концерт российских звезд эстрады на площади Куйбышева. В этом году к весенней уборке города подход оригинальный. Самым активным горожанам раздавали билеты в театры, кино, на выставки. Для молодого поколения – концерт на площади. Для старшего – дисконтные карты на скидки в продуктовых магазинах. И особое внимание самым чистым дворам, где самые дружные жители. По итогам апреля в каждом из девяти районов города выберут по три лучших площадки. Их оборудуют камерами видеонаблюдения по системе «Безопасный город». Кроме того, для любителей природы приготовили бесплатные саженцы деревьев и кустарников. Их можно получить, подав заявку в администрацию района. Встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Слова экзюпериса марца в этом году вспоминать стали чаще. Субботники приобрели характер развлекательный и объединяющий. Вдохновение и задор. Вот без чего не обошлась ни одна молодежная уборка. В советском районе Самары уверены, где сам навел порядок, мусорить уже не будешь. Студенты и школьники вышли на борьбу со старой листвой, мусором и грязью возле памятника шофером и машинам. Сквере на пересечении улиц 22-го партиезда и Гагарина. Я считаю, что субботники нужно проводить не только в апреле или раз в году. Субботники нужно проводить чем чаще, тем лучше, так как мы должны приводить свой город всегда в порядок. Это зависит от нас, людей, непосредственно, потому что мы же сами мусорим здесь. А вот в Ленинском районе молодежь начинает уборку с песни. Поделив поле деятельности, школьники и студенты веселятся, шутят и убираются, сплоченные одной идеей – сделать город чище. К нам небезразлична судьба нашего города, чистота его. И мы собрали всех небезразличных, нас здесь очень-очень много. Мы разделились на несколько участков и помогаем облагораживать наш город. В субботник районного молодежного совета стал массовым. Помогать позвали друзей, одноклассников и одногруппников. Откликнулись около сотни человек. Убирали город вместе и коммунальные службы, и жители весь апрель. А кульминация – день, когда дома сидеть просто невозможно, даже если погода не благоволит. На общий городской субботник 22 апреля вышли 86 тысяч самарцев. И дождь со снегом нипочем, настроение отличное. В порядок приводили и парки, и скверы, и улицы, и, конечно, дворы. Особенно в парке Победы. 72-я годовщина, очень почетная. И мы вот ребятам собрались и решили помочь, сделать город чище. Этот субботник особенный. Молодежь не просто приводит в порядок парк Победы, но и отдает дань уважения ветеранам и почетным гражданам Самары, которые, несмотря на почтенный возраст, трудятся рядом. Именно когда люди трудятся вместе, не за деньги, а за какой-то интерес общественный, вы берегите эту идею, развивайте. Ну и, конечно, надо, чтобы город, все люди следили. Мы также рады, что город Самара меняет свой облик. Все к лучшему каждым годом. Мы видим, как благоустраивается город. И какой же субботник без высадки новых деревьев. В честь Победы в Великой Отечественной войне в парке появилась березовая аллея. За весной и лето молодые саженцы примутся и через несколько лет будут радовать всех отдыхающих. Кипучая деятельность развернулась во дворах, где жители тоже украшали площадки новыми деревьями. Мы всегда выходим на воскресники, все, что нужно. Где сажаем деревья, густарники, все отлично у нас. Мы же живем в этом доме, живем в доме. Мы должны поддерживать чистоту, порядок. Сюрпризы погоды не испугали горожан и вечером, когда по праву можно было отдохнуть. Уникальный городской проект поработал «Отдохни» привлек к уборке города огромное количество самарцев. За то, что они наводили чистоту во дворах и на улицах. Им давали скидки в магазины, билеты на концерты, выставки и в кино. И кульминацией праздника стал большой концерт на площади Куйбышева, где, несмотря на снег, царила очень веселая и дружная атмосфера. Зунтик в руках, улыбка на лице. С таким настроением горожане пришли на площадь. Это правильно, отцеп, потому что люди, которые работали, они должны отдыхать в городе. Для них это отцеп. Мы работали практически под такой погодой. А уж отдохнуть-то легко. Мы сегодня убираемся со своим общественным советом на территории района. Инициативу возрождать субокенькие. Вместе делать город еще лучше и вместе же отдыхать поддержали артисты. Для участников генеральной весенней уборки на сцене выступили Денис Майданов, Сергей Войтенко и группа «Серебро». Такие субботники, это нужно, конечно же, в каждом городе сделать, не только в Самаре. В Самаре понятно. И честь, и ответственность высока. Это город, один из городов чемпионата мира 2018 года по футболу. Но, тем не менее, это хороший пример для других городов. Здесь очень хороший диалог, симбиоз и дружба и власти, и молодежи, которая с удовольствием откликнулась. И даже в такую вот удивительную погоду сделала все, что от нее зависит. И для самых активных самарцев персональный сюрприз. Солистки группы «Серебро» устроили автограф-сессию. Мы знаем, что студентам очень много было, кто помогал город сделать чистым. Спасибо большое, ребята, вам. Конечно, мы по работе приехали, но нам так приятно видеть города нашей страны чистые. Поэтому Самара пример номер один. На общегородском субботнике очистили территорию площадью больше пяти миллионов квадратных метров. И это не финал. Благоустройство города продолжается и в мае. Самое время украшать чистый город, сажать цветы, которых в этом году станет еще больше. Самара обещает быть действительно цветущим городом. И, опять же, не без помощи жителей, некоторые из которых под окнами дома своего клумбы создают не хуже, чем профессиональные ландшафтные дизайнеры. Субтитры создавал DimaTorzok